Что думает о конфликте на Донбассе и аннексии Крыма новый советник Трампа по нацбезопасности? Он пришел вместо отправленного в отставку Флина и этого человека относят к агорте ястребов. Почему? Дмитрий Анопченко расскажет. Даже те, кто по любому поводу и очень жестко критикует Трампа, в этот раз неожиданно приветствуют его новое кадровое решение. Говорят, генерал Макмастер просто идеальное назначение. В отличие от ушедшего недавно в отставку Флина, новый советник по национальной безопасности здесь, в Вашингтоне, устраивает практически всех. 54 года. Кадровый военный, герой войны в Ираке, знаток военной истории и отличный стратег. В последнее время он больше занимался реформой американской армии. Те, кто его хорошо знают, говорят, генерал – человек, незамеченный в чинопочитании, и будет способен спорить с Трампом и отстаивать свое мнение. Он один из тех, кого называют ястребами. И полная противоположность Флину. Без сомнений, он будет тормозить любое потепление в отношениях с Москвой. Дело в том, что именно две страны – Россию и Иран – гениал считает главными угрозами национальной безопасности Соединенных Штатов. Неоднократно об этом говорил и в узком кругу, и публично, и даже изучал опыт событий на Донбассе, чтобы выработать план противодействия и сдерживания России. Он военный, а не политик. И в своих выступлениях без дипломатических умалчиваний. События в Крыму называл агрессией, события на Донбассе – вторжением. Именно Макмастер все эти годы готовил план адаптации американской армии к методам гибридной войны. Документ поначалу не все воспринимали серьезно, но теперь, по-видимому, он сможет реализовать его сам. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер.